На прошлой неделе наша программа не вышла в эфир. Дело в том, что к нам поступил целый ряд писем от наших телезрителей, которые попросили разобраться с довольно сложной проблемой. Мы попытались, нашли некоторые документы. К сожалению, это не помогло. И мы решили приехать на место, разобраться именно здесь, на месте, в селе Вильгард, улица Рабочая, дом 14, вот с этим красивым домиком. Мы сейчас зайдем в этот домик и посмотрим, какие же здесь проблемы. Здравствуйте. Что, как говорится, что произошло и почему вы обратились в программу? Ну, в общем-то, что я обратилась. Дом вот этот наш был поставлен в 2000 году на капитальный ремонт. То есть, в общем-то, уже больше, чем 12 лет. В январе 2009 года я получила уведомление от администрации Сыктывдинского района, что дом сдан, и я должна принять свою квартиру к эксплуатации. Ну, когда я пришла, естественно, я поняла, что тут принимать нечего. На время капитального ремонта мне было предоставлено маневерное жилье. Ну, а у меня сегодня вот квартира в таком состоянии, жить мне невозможно, другого жилья нет. Я обратилась в январе 2012 года к администрации Сыктывдинского района с тем, чтобы они установили факт, что моя квартира непригодна для проживания. Была проведена какая-то комиссия, специалист, даже не межведомственный, хотя, в общем-то, акт был как бы создан как будто бы межведомственной комиссией. И было указано, что надо побелить, поклеить, покрасить, и квартира пригодна для проживания. Тогда я обратилась к независимому оценщику, пригласила независимого оценщика, вот у меня есть отчет, и независимый оценщик произвел оценку, была составлена смета необходимых работ, причем это не полная смета, она составляет уже около 500 тысяч рублей, то, что нужно вложить в эту квартиру. Давайте посмотрим документы, я смотрю, здесь столько пробелов в этом уведомлении. Мы не знали, что делать, да, поэтому мы же не любители, не грамотные. Подписала заместитель руководителя района. Любовь Екатерина, да. Вы знаете, меня даже приглашали на комиссию и угрожали, что если я не приму квартиру, то через прокуратуру мою семью выселят, потому что мы не принимаем помещение. У нас, получается, после капремонта произошли ухудшения. Газа нет, они говорят, газ не может быть подведен, потому что не соответствуют вентиляционные каналы печи, сделанные из пористого кирпича, нет документов необходимых, которые должны быть, чтобы газ провести. А я в суде не могу требовать газификацию квартиры и даже ремонт потолка, который оценщик определил в отчете, как он сделан ни по правилам, ни по нормам строительным, но мы не можем составить работу, уже нет проектно-смертной документации. В общем, по кругу. Скажите, пожалуйста, а вот вы не пробовали в ОБЭП обращаться по этому вопросу? Я думаю, здесь поле деятельности для этой службы довольно большое. Ну, хотелось как-то, знаете, по-мирному, что называется. То есть вы по-русски, по-мирному. Да, по-мирному. Все 12 лет обещают, мы все верим. И вот уже сейчас третий глава новый, и все, как бы, вот хочется по-человечески. Может быть, хватит нам вот по-русски все-таки действовать, да, и жалеть. Кого мы жалеем? Кого мы жалеем? Разокрали все это, что это же понятно. Что здесь? Это разве квартира? Давайте посмотрим вообще, что хоть здесь сделали-то. Что здесь сделали? Какой капитальный ремонт? Все три окна в квартире подлежат полному ремонту. Вообще, так нормально сделали. Гвоздями позабивали все. Это вот и здесь. Да, улица как раз очень недалеко от этой квартиры. Акно отрелеснуто, от слышу, сказала, что это от того, что, в общем-то, вот садятся и, ну, полностью, окна полностью подлежат демонтажу, ремонту. Печь изготовлена из строительного кирпича, а не огнеупорного. Я смотрю, у вас подарок, наверное, это, наверное, от администрации, вот это подарочек, да? Наверное, да, чтобы было с чего растопить. Так у вас, оказывается, отопление-то есть. Да. Все нормально. Вы мне извините, конечно, это вот, это проход в туалет, да? Это проход в туалет, и он не, пожарники не должны были, потому что здесь очень маленькое расстояние. Так, я думаю, что здесь, по-моему, по-моему, в этот туалет, ну, я-то не очень, конечно, толстый, да? Не очень, да? Ура, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я понимаю, да, не позавидуешь, конечно, вот и хотелось бы, чтобы кто-то таких вот наших больших руководителей попробовал туда пройтись, а потом обратно. Я думаю, что это будет очень, очень сложно. Вот, в общем-то, вот поэтому и обратились. Жилья-то сегодня у моей семьи вообще никакого нет, ни маневренного, ни этого. Ну, неужели, сколько они будут эту квартиру делать, беспроектно-смертно? Ну, это же правильно вы говорите, по кругу все будет. А, давайте так, мы разберемся в этой проблеме, наверное, мы обратимся с рядом вопросов в администрацию района. Может быть, нам что-нибудь и объяснят. Предложим. И объясняют. Наталья Владимировна, вот наша программа «Телезащитник» решила прийти к вам для того, чтобы все-таки разобраться в ситуации по дому номер 14, улице Рабочий. Дом по документам якобы сдан. В то же время, в то же время, в этом доме жить нельзя. Можно ли навести порядок и где документы, самое главное, на этот дом? Ну, учитывая, что я третий месяц занимаю должность заместителя руководителя администрации района, какой информацией я располагаю на сегодняшний день? Да. Что касается сегодняшнего дня, то могу сказать, что вот у меня лежит акт внеплановой выездной проверки в Государственной жилищной инспекции от 3 октября 2012 года, где черным по белому я могу зачитать, в ходе проведения проверки нарушений требований выбранной члены. Здесь, как вы говорите, черным по белому написано, все хорошо, все прекрасно. А как же тогда объяснить, почему в доме нет газа? Значит, опять же, столкнувшись на сегодняшний день с ситуацией, которая у нас с гражданкой Прокофьевой, да, на сегодняшний день у нас идет судебное разбирательство. И потихонечку я вхожу в курс дела и вот, соответственно, начинаю владеть уже ситуацией в полном объеме, так скажем. Дом, значит, изначально у нас был газифицирован. И сегодня... До капитального ремонта. До капитального ремонта газ был. А сейчас его нет. А трубы подведены. Вот. И получается, что сегодня, как основное требование, я так уже думаю, гражданки, это будет первое, чтобы администрация произвела ремонт в данном помещении. Ремонт или вообще... Ремонт. Пока мы говорим о конкретном гражданине. Да. Произвела ремонт в данном помещении. Ну и, соответственно, если решением суда будет вынесено требование произвести газификацию дома, то, соответственно, решение суда мы должны будем исполнить. У нас к вам конкретных у нас претензий нет. Понятно, что вы человек новый. К сожалению, у нас так получается, что вот очередная, так сказать, власть пришла, опять неизвестные проблемы. Человеку что делать? То есть, приходит счет. Вот с 2009 года уже сумма набежала 41 тысяча рублей за то, что человек ни одной минуты в этом доме не жил. Не жил. Там невозможно жить, понимаете? Невозможно. То есть, у нас есть документы, есть проведена экспертиза. Почему мы должны ждать решения суда? И еще один немаловажный вопрос. Уж вы, человек, поскольку новый, вы постарайтесь разобраться, куда деньги ушли, сколько и куда. Я думаю, это немаловажный вопрос для новой администрации. Я согласна. Когда все, что там не возьмись в этом доме, это все фикция. Начиная от фундамента, от фундамента и заканчивая потолком. Моя квартира, мы же не с космоса перелетели, мы пришли сейчас оттуда. Телевидение все засняло. Она не готова. Там ничего нет. И я сегодня вот об этом говорю. А у вас вот есть вот этот акт, который подписывает Адамчук, начальник жилищной инспекции Сыктывинского района. Когда он видел мою квартиру? Меня никто об этом не оповещал. Так, может быть, вам уже, как одному из руководителей района, может быть, стоит разобраться вот с такими сотрудниками? Мы видели собственными глазами. Хотите, мы можем с вами еще раз ходить туда? И вы увидите, что эта бумага, она не соответствует тому, что есть на самом деле. О каком атомительном сезоне можно говорить, когда там ничего не работает? И данный вопрос, мы будем решать его. Мы уже знаем точно, что мы с вами установили, что газа нет, воды нет, отопления нет, буржуйки в квартирах стоят. Я согласна с вами. Полностью согласна с вами. И поэтому мы сегодня все равно лицом гражданину. И проблему мы решаем. Пытаемся. Ну что, спасибо за встречу. Мы решение приняли. И совместно с управляющими компаниями, специалистами администрации, инспекторами, жилищными инспекторами нашего района. Мы выйдем во все национальные пункты, просмотрим, сам, в том числе, однозначно буду принимать участие. Посмотрим все дома. И все-таки определимся, какие дома в первую очередь ставить. С юридическим правовым отделом мы определили, что однозначно все решения будем однозначно поддерживать. Будет проведен здесь, в этом помещении капитальный ремонт. В каком виде, соответственно, мы это будем делать. Или она сама возьмется, это мы вопрос решим. И, конечно, еще раз пригласим, чтобы у нас было уже четкое взаимодействие вместе с ней. Мы побывали в администрации Сыктывдинского района. Документов на дом не нашли. Зато увидели более интересные документы, где, оказывается, дом-то готов к отопительному сезону. Все нормально, все в порядке. А жить в нем невозможно. А кто ответит за это? Кто ответит за эти подписи, которые, мягко сказать, не соответствуют действительности? И самый главный вопрос. Когда наша телезрительница получит реальное жилье, а не то, которое написано на бумаге? Редактор субтитров А.Семкин